Всем привет! Меня зовут Боржан. Изучение биологии в 11 классе мы начинаем с очень интересной темы, которая актуальна в нынешнее время. Это один из основных инструментов защиты нашего организма антитела. Теперь антитела собой представляют, они являются защитными белками, которые выделяют специальные группы клеток в нашей крови, которые называются Б-лимфоциты. Теперь антитела выполняют защитную функцию посредством того, что они могут распознавать чужеродные молекулы, которые называются антигены. То есть, что мы имеем в виду? Если в наш организм попадают какие-либо чужеродные вещества, например, какие-либо токсины, либо чужеродные живые организмы микроскопические, бактерии или вирусы, соответственно, наш организм будет реагировать на вот это вторжение путем выработки антител. За счет того, что вот таких вот инфекционных агентов бывает очень большое разное количество, и они могут эволюционировать, мутировать, менять свою структуру, наш организм может подстраиваться, вырабатывая все новые антитела на каждый антиген. Соответственно, здесь очень важную роль играет свойство антител, такое как специфичность. Один тип антитела, то есть, одна молекула распознает только один тип антигена. Одно антитело, оно распознает только один антиген. По своему строению антитела имеют вот такую вот структуру, как вы видите, это Y-образная структура, и здесь мы выделяем отдельные элементы. Во-первых, так как антитела являются белками, соответственно, белки, основной компонент белков это аминокислотные цепочки, и здесь по размеру у нас имеются большие цепи, их называют тяжелые, то есть молекуле антитела их две, и есть маленькие цепи по размеру их называют легкие. Плюс антитела по своей структуре являются не чистыми белками, а гликопротеинами, то есть в своем строении они еще имеют молекулы углеводов, то есть небольшие молекулы углеводов, которые соединены с отдельным участком антител. Теперь по функциональности в строении антител имеются определенные участки, которые выполняют различные роли. У антитела имеются вот эти участки, которые находятся на двух вот этих ножках, то есть вот этот участок и вот этот участок, их называют вариабельными. Почему называют вариабельными? Потому что именно как раз за счет того, что B-клетки могут модифицировать, создавать разные комбинации антител, изменяя вот этот участок, можно создать большое количество антител, специфичных к разным антигенам. Соответственно, если мы встречаем в течение нашей жизни тысячи различных антигенов, соответственно, на эти антигены мы вырабатываем тысячи различных антител за счет того, что мы можем изменять структуру вот этого участка. Соответственно, функция вариабельного участка — это связывание с антигеном. Теперь остальная часть антитела, то есть вот эта вся оставшаяся, она называется константный участок. Что это означает? То есть это постоянный участок молекулы антитела, который не меняется. Ну, имеются разные типы антител в нашем организме, выделяют пять разных классов, и у каждого класса имеется свой определенный тип константного участка. И вот именно как раз константный участок, он позволяет организму использовать антитела, которые связались с антигеном, для того, чтобы запустить определенный механизм уничтожения этого антигена. То есть это приводит, например, скажем, к тому, что за счет того, что антитела связываются с антигеном, их легче находят специальные клетки в нашей крови, которые называются фагоциты. То есть в основном это являются макрофаги, они могут поглощать антигены вместе с антителами и их растворять. Кроме того, если, скажем, например, антиген находится на поверхности какой-либо бактериальной клетки, то есть ее можно разрушить не только путем фагоцитирования, но еще можно разрушить ее внешние оболочки. Помимо этого, если, например, антиген находится на поверхности какой-либо бактериальной клетки, то против таких патогенов имеется механизм комплимента. То есть это белки, которые могут создавать отверстия в клеточной стенке и в этом случае бактерия погибает. То есть запуск системы комплимента тоже начинается с того, что антитела связываются с антигенами. И последний механизм воздействия антител на антигены может быть показан на примере, скажем, если антиген является какой-то токсичной молекулой, то есть каким-либо, например, ядом, то его можно нейтрализовать за счет того, что антитела облепляют этот антиген со всех сторон и тем самым не дают ему взаимодействия с другими веществами, либо клетками в нашем организме. Последний механизм это нейтрализация антигена. Соответственно, таким образом у нас работает иммунный ответ. И получается, для того, чтобы запустить процесс уничтожения этого антигена, соответственно, антитело должно связаться с этим антигеном. То есть вариабельный участок обеспечивает специфичность антитела со своим антигеном. Сам механизм взаимодействия происходит в два этапа. Во-первых, взаимодействие по факту между антителами, между молекулами обычно происходит по принципу того, что они по своей структуре подходят друг к другу, как кусочки пазла. И при первой стадии взаимодействия, то есть при первом этапе, в роль вступают слабые химические связи, такие как ионные связи, водородные связи, гидрофобные взаимодействия. Так как эти связи, они слабые, соответственно, на первом этапе антитело взаимодействует с антигеном, но может на этом этапе и от него отделиться. То есть здесь у нас в первом этапе это слабые химические связи, играет роль, обеспечивает взаимодействие, и антитело может отделиться. То есть происходит процесс подбора, взаимодействия, то есть подходит ли антитело к этому антигену. Далее уже, если антитело прошло первый этап, то уже на втором этапе взаимодействия здесь уже вступают в роль сильные химические связи, это у нас ковалентная связь формируется. То есть в этом случае уже антитело, оно крепко связано со своим антигеном. И после этого уже можно запустить процесс иммунного ответа. Вот это вся информация, основная информация о строении антител и о том, какую роль они играют в иммунном ответе. То есть здесь мы видим, что важно то, что антитела специфичны к одному типу антигена. И B-клетки, когда они вырабатывают новые антитела, то есть заранее они их не знают. То есть новые антитела появляются только тогда, когда наш организм встречает новый антиген. То есть когда мы, например, заражаемся новым вирусом или происходит инфекция какой-либо бактерии. Сам процесс выработки эффективной молекулы антител занимает примерно где-то около в среднем пару недель. Поэтому, когда мы в первый раз заболеваем, наш организм пытается подобрать хорошие антитела для того, чтобы бороться, и мы болеем. А уже потом, когда уже антитела готовы, они, соответственно, наш организм вырабатывает их в большом количестве, тем самым мы побеждаем свою болезнь. У Б-клеток имеется свойство того, что они могут запоминать те антитела, которые они вырабатывали, и могут превращаться в специальный класс клеток, который называется клетки памяти. Такие клетки памяти, они сохраняются в нашем кровотоке и циркулируют в течение нескольких лет. То есть может в среднем, около 10 лет, и даже может быть всю жизнь. И когда наш организм встречает обратно тот же антиген, то есть заражается той же самой болезнью, или вирусом, или бактерией, эти клетки памяти начинают размножаться и вырабатывать уже готовые антитела. И когда вот этот тот же самый антиген, то есть вирус, бактерия попадает в наш организм, у нас уже имеются готовые инструменты борьбы против него, то есть готовые антитела, и мы легко побеждаем эту болезнь. То есть мы либо ее легко переносим, либо ее совсем не замечаем. Сегодня мы поговорили о важном инструменте борьбы организма против инфекций в антителах. Если у вас имеются вопросы, пишите в комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь до следующего урока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok